А вы на модных практиках. Я надеюсь, сейчас к нам присоединится больше зрителей. Сегодня у нас гость, специальный гость Алексей Ястребов. Я думаю, что многие знают, кто это. Обязательно пишите, если у вас будут к нему вопросы. Также хочу сказать, что наш эфир приурочен к пятничным эфирам. Мы решили, что в течение всего ноября мы будем проводить прямые эфиры в ВК на разные темы. Это приурочено к черной пятнице, конечно же, потому что сейчас ноябрь или черная пятница. Об этом мы поговорим чуть позже. Но у нас еще будет определенная тема для эфиров. Пока что... Давай, Алексей. Да, ребят, здравствуйте. Сейчас, я так понимаю, нам присоединяются наши зрители, и мы ждем ваших комментариев. Вообще, дайте, пожалуйста, обратную связь. Нас слышно, видно, все ли хорошо, идет ли трансляция, вдруг там у нас что-нибудь с оборудованием, а мы об этом не знаем, так что вы нам обязательно об этом скажите. Ждем ваших комментариев. Вот. Так, у нас там лак, наверное, секунд 15. И, конечно же, мы сейчас с Ингой всех будет приветствовать. Всем привет! Обязательно пишите сюда ваши сообщения. Так, куда оно? А, это просто мое первое сообщение? Естественно, да, это я первое. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Видно, слышно, все ли хорошо, потому что иначе, как нам начинать наше чудесное общение, если мы не уверены, вы вообще живые, не живые. И здесь ли вы? И вообще здесь ли вы, да. О, и нам, по-моему, сообщение сразу прилетело из Одноклассников. У нас эфир идет сразу на две площадочки, на группу «Модные практики» ВКонтакте и группу «Модные практики» в Одноклассниках. Вы можете писать нам и там, и там. Мы чаще будем смотреть в ВК, но в Одноклассниках тоже постараемся не пропустить ваши, конечно же, вопросики. И вот наш лайв-эфир в Одноклассниках. Так, и как же на него посмотреть, а? Вот, так что, дорогие друзья, видно ли, слышно нам прям. О, прекрасно, Наталья сообщает, что у нас видно и слышно. И София. И Галина. И Галина. И слава богу, ребята, вы все здесь. И это здорово. Тема сегодняшнего эфира у нас основная тема. Мы как бы обозначили, то есть мы с Ингой долго думали, на какую тему поговорить. И в качестве такого якоря взяли тему перемены. Перемены, изменения. Мы сейчас такие, сейчас, по крайней мере, общество вокруг меня попадает в турбулентность некую, когда все вокруг быстренько меняется, и к этому надо как-то быть приспособленными. И поэтому я в первую очередь хотел бы поговорить о переменах. Если тема какая-то, будут, смотрим, смотрим на ваши комментарии. Если будут какие-то интересные вопросы, то мы на них будем потихонечку переключаться. Хочу добавить немножко, может кто-нибудь знает, Алексей Ястребов начинал проект «Модные проекты». Первый начал работать с Ириной Михайловной. Понятно, что мы все были совместно, но это именно идея была Алексея Ястребова. Алексей Ястребов мой муж. У нас недавно была годовщина 18 лет семейной жизни в 30 сентября, ну месяц назад. 18 лет мы вместе, и все мы общались с Ириной Михайловной. И вот так вот это все началось, и Алексей от начала вообще модных практик был в этом проекте. И по факту ты и настроил Ирины Михайловну в течение трех лет. Алексей настраивал Ирину Михайловну, чтобы начать снимать видео с ней. И очень удачно было, что это все было вовремя тогда. То есть очень вовремя мы начали. Можно очень прямо пару слов, да, что это все было вовремя. И благодаря этому у нас сохранилось так много видео, Ирины Михайловны. У нас много видео, в первую очередь, потому что мы уже очень долго работаем. Первые видео мы с Ириной Михайловной снимали в 2013 далеком году. Это было здорово и задорно. Ирина Михайловна была очень непросто настроить, и в целом она очень скептически относилась к этой затее, выкладывать видео. И, кстати, очень такое забавное наблюдение, что все вокруг скептически относились. То есть Ирина Михайловна отговаривали все, кроме меня. Я был единственным человеком в окружении Ирины Михайловны. Ну и я, конечно же, он говорил. Ну я-то семья. Вот. Мы были единственными людьми в окружении Ирины Михайловны, которые говорили, что Ирина Михайловна надо снимать, вы такие замечательные, так замечательно рассказываете, так замечательно обо всем говорите, и так замечательно умеете зажигать и вдохновлять людей, что вас надо тиражировать. Она как бы, и все вокруг ей говорили, нет, это бесполезно, это все не работает, надо там как-то делать по-другому. что-то никогда не принесет успеха никогда не принесет удачи это вообще никому не нужно вот слова что это никому не нужно да кстати это и про новое как раз вот с этой тематике что да мы попробовали да ты попробовал сделал и на михайловна была не первый человек которого алексей продюсировал было много разных людей просто с ними на сложились вот его длительные отношения вот до момента пока она была с нами да пока была с нами мы до упора работали и в принципе там все были шансы пойти дальше но к сожалению рынок она с нами нет а проект есть и поэтому есть я и синга есть вы наши любимые зрители слушатели которые рассмотрят и мы с вами будем двигаться дальше чтобы проект жил чтобы идеи которая закладывала ирина михайловна жизнь оставались и чтобы все менялось к лучшему и собственно одним из девизов ирина михайловна это было чтобы наши женщины вы выглядели красиво и уверенно в себе в том числе да в том числе уверены в себе независимо от фигуры вот можно взять меня например как пример я не комплексую я вообще прекрасно себя чувствовали в любом теле да я стремлюсь постройнеть но это как бы не залог того что я себя плохо чувствую мне комфортно да это шагные вещи правильные данность но до чувствует себя хорошо в любом возрасте это как раз таки по поводу фигуры мы как иногда выполняем роль модераторов смотрим комментарии под видео и такое забавное наблюдение что очень часто люди пишут ну как люди иногда фиксируются что вот вы сначала похудеть а потом шейте ну худеть можно несколько лет так ничего и не сшить и поэтому всегда очень стройный поправился на 10 килограмм условного там условного нуля которая все время была такой условно толстенький все очень сильно сейчас будут улыбаться да как есть дети у всех своя история относительно того как было в начале а попроб по поводу перемен такая это интересный вопрос сейчас в принципе так все очень быстро меняется и как себя в этом найти и что что в этом быть вообще это интересная тема как вы читаете вообще тема про перемены про изменения про новое что-то это вообще интересно вам или есть что-то другое то есть я готов тематика возможности новые возможности вам интересны обсудить с алексеем я могу стать алексей очень крутой наставник ну провел много групп то есть даже не то чтобы твоя специализация просто так случилось что ты был к этому близок да ну и принципе ты продолжаешь проводить группы но я из потомственных преподавателей мама преподаватель папа преподаватель дедушка преподаватель бабушка преподаватель так что мне такая вся преподавательская семья и поэтому но я как это я может быть не сильно стремился в преподавании но все время как-то я к нему так или иначе приходил или или к преподаванию или к обучению или около того пишет что интересно интересно пропишите пожалуйста если у вас есть другие темы то можно еще их предложить или может переходим пишите пишите интересно или какую-то свою тему в общем я с удовольствием поговорить готов поговорить на тему предпринимательства какие-то личные личностные истории личный рост просто порт про но здоровье наверно такой наверное своеобразным не подход к здоровью но тем не менее вот про шитье в какой-то степени мы с инге можем вернуться про шитье про ощущение себя я думаю какую-то из этих тем мы тоже можем подсветить ну а такое в общем-то основной лейнмотив нашей встречи это новое и самое главное что я могу сказать и хотел бы сказать это такие два принципиальных таких вектора про новое что можно было в принципе самого начала обозначить и дальше я буду просто раскрывать эту мысль и суть в том что новое в другом что новое случается с вами только тогда когда вы пробуете другое то есть когда мы как трамвайчик по рельсам ходим туда каждый поворотик каждое деревце каждый домик вокруг нас знакомы новое в нашу жизнь не приходит только когда трамвайчик не упориться тому типа раньше здесь были рельсы трамвайчик раз и упоролся в дом вот тогда добрый вечер тогда у нас новое канал само к нам влетает без нашего на то желание но если мы хотим самостоятельно запустить какие-то новые вещи то надо себя чуть-чуть перестать быть трамвайчиком надо выйти за пределы привычного цикла и добавить жизнь того чего вы не делали то есть что-то новое что-то интересное что-то яркое с вами происходит когда вы пробуете другой не знаю понятно можете попробовать это всегда со мной классно спорить мне всегда интересно когда когда нет некая дискуссия то есть говорю какие-то свои мысли на этот счет и если вы не согласны с ним это прекрасно сообщение алексей спасибо большое что мы имеем возможность видеть лучше дорогой на михайлов на перемены нам нужны вот вопрос чтобы обсуждать о новых возможностях расскажите они расскажите о них очень просто надо сделать то чего вы раньше не делали то есть познакомиться с собой как как узнать себя другое как увидеть новую возможность надо сходить туда где вы еще не были надо сделать то что вы еще не пробовали надо попробовать то что вы когда-то может быть хотели но почему-то откладывали так вот может быть время пришло то есть когда вы сбиваетесь с привычного цикла с привычного ритма и начинаете пробовать себя по-другому то и тогда приходят новые люди новые возможности на и новые открытия какие-то новые сферы интересы и так далее новое в другом и в первую очередь других людях но так это если очень грубо то конечно же это все про людей то есть так как мы социальные социальные существа животные люди собственно то есть мы зависим от социума и мы это ну как бы по большому счету наше физическое тело это то что мы едим и там как мы себя с ним ведем а наше моральное состояние это про то как мы с кем мы общаемся и какую информацию потребляем то есть кого мы слушаем и с кем общаемся вот чтобы добавить в жизнь что-то новое надо попробовать общаться с людьми с которыми вы раньше не пересекались и делать ну как бы и себя увидеть новым и других людей новых интересно что вот здорово сходить например в театр если вы давненько не были в каком-то локальном театре и скоро с тобой пойдем 2 числа 2 ноября мы идем завтра до орган издал на спектакль вот орган в органном зале мы когда-то были в органном зале на каком-то мероприятии при выступлении органа она была три часа в меня хватило ровно два часа это будет спектакль совместный стандартно молодежно помнишь как мы были в этом в органном зале и мы там это было трехчасовое выступление у меня хватило ровно на два часа органа первый час мне нравилось второй час я терпел да спрашивают картина нарисована ингой да это моя картина поездки это реальное место на час не хочу углубляться но это вот мои формы нового которого и которые я ищу да как раз таки у инги у инги новое это нарисовать такое что она раньше не рисовала совсем по другому в другом формате то сейчас я вот перехожу на большой формат да у меня нет времени у меня очень сложно сейчас могут у нас был переезд в эту студию немножко все здесь сейчас мы занимаемся разбором вещей оборудованием оборудованием студии но я очень хочу писать и вот вот эту вот картину да можно видеть за нашей спиной вот если касаться новых вещей такой то есть интересные мне подовелось работать в икее там я сначала началась маленького очень давно очень давно на тем не просто копать в течение года у тебя была была началась маленькая сотрудника стал там каким-то локальным руководителем локального подразделения я занимался но я все время так или иначе с график начнем с того что ты работаешь с 14 лет помогли даже с 13 13 лет алексей с 13 лет вопрос про курс афинина вот прочитай вслух да можно узнать как у вас получается в новом с афинином курс образовался идет до курс образовался группа идет если вы хотите сейчас самая такая у вас еще есть уникальная возможность при присоединиться к курсу светлана если что пишите или инги или поддержку по поводу присоединиться курса софинина сейчас первая группа пройдет первый первый цикл так что еще не поздно присоединиться догнать группу и в новую в 2005 год ворваться уже с новой профессии уже получить там алексей проводит участвует в каждом эфире и также свои темы поднимает да но я получил что мне будет отдельный блок по продажам по работе с wildberries работе с озоном мы там отдельно на эту тему поговорим а так мы конечно же двигаемся дальше дата по поводу курса свинина до курс идет с ним все хорошо я хотел вернуться какие это но как бы с маленьким начальник был маленьким локальным букет начальником большим начальником не предлагали но для этого надо было переезжать я переезжать не хотел поэтому майки бы длилась не очень долго но тем не менее что я за очень запомнил оттуда что вот эта концепция когда вы что-то делаете своими руками икея провела эксперимент из это вот тут доказано у них из идея что люди которые сами собрали мебель на которой которые пользуются не оценят гораздо больше чем мебель который просто кто-то за них поставил и это кстати универсальная штука то есть когда мы вкладываем себя свою энергию свое время мы это гораздо больше цене вот можете даже я так понимаю что у нас шьющая аудитория практики конечно да это вопросы конкретные задавать дорогие друзья напишите как бы много ли из вас ходит в шитых вещах которые вы шили своими руками можно поставить просто плюс хотя можно плюсик плюс один плюс два а если хотите можете написать свою историю на ю тубе эфира нет это эфир только для группы вконтакте и мод а также я конечно же хочу напомнить что у нас сейчас конечно же проходит черная пятница и только для участников эфира мы подготовили предложение сейчас секундочку я просто его скину сразу же 5 минут еще рано пусть посидеть уже 20 минут эфир идти ну ладно но я просто сейчас добавлю что не потерять я бы давал минут через сорок еще через 20 минут я бы сейчас обе друзья черная пятница уже на модных практиках каждую неделю новые скидки на курсы по шитью 1 8 15 20 ноября у нас будет обновление спецакции на сайте из 1 ноября у нас запускаются специальные цены на комплекты курсов со скидкой 65 процентов также для участников эфир мы подготовили ссылку по которой можно получить тысячи бонусов тысячи мелочи но приятно тысяча бонус на новые курсы на новые вещи так вот они плюсики вот плюсик ребята плюсики ставят вот ношу только сшитая собой вот тут как раз подтверждаете вы или не подтверждаете исследование киты она суть заключается в том что вещь в которую человек вложил хотя бы немножко своей энергии своего времени своих усилий он и оценит гораздо больше чем то которому дядя привезли дядя собрали дяди поставили дяди сказали живите с этим так вот то что когда ты сам сам потаскал сам собрал сам сам куда-то это что за сделал этот ценится гораздо больше работает ли эта штука с вещами вещи которые вы сшили своими руками цените ли вы их больше чем те вещи которые просто купили в магазине есть такое ощущение 5 плюсов у меня с 5 плюсов это наверно 5 вещей сшилы не только обувь от известных брендов а все шью только сама я прям вами восхищаюсь весь гардероб сшить своими руками в магазине не покупал галина пересадина елена бессонова я стараюсь носить вещи сшитые своими руками это замечательно а мне вот шли девочки но я очень хочу начать шить и я на у нас проводили клуб и я уже сметывала свое платье это было непередаваемое ощущение прям чувствую что я приближаюсь к этой теме не было безумно приятно кстати если вы хотите видеть наталью узгину то присоединяйтесь клуб она там регулярно проводят эфиры и вот видеть даже ингу наташа на меня всегда вдохновляет людмила карпова практически ничего не покупаешь или сама а по сравнению с таки сколько труда вложено вещи понимаешь ну конечно как бы это большая разница что можно я вещи ночью а вот в свое время собирал регулярно тащить болты собрать там с этой возней друзья подскажи пожалуйста есть вот это ощущение что сшитые собой вещи они ценятся больше то есть вот как бы подтверждателем исследования кину как бы икея исследовал про мебель про портных я к сожалению таких исследований не видел но надеюсь что этот опыт можно экстраполировать но я могу еще добавить что в любом случае даже вот если я заказываю вещи девочек с которым меня хороший контакт хорошие отношения которые очень хорошо ко мне относятся и я потом или надеваю на себя у меня другие ощущения чем от купленные вещи и ну я понимаю что кроме того что эти вещи шиты профессионально они нам не сидят это все понятно но и в том числе вещи несут энергетику и это энергетика ваше вложенное время поэтому тут такая вот вещь и просто ну так такой вот что пользоваться вещами которые вы сделали своими руками она очень ценно кстати . вверчу в руках бокал это мы когда-то с ирина михайловна были в венеции она там была на мастер-классе это вот бокал который сделал ирина михайловна своими руками я его запомнил на память вот он мне очень ценен дорог и сейчас я вертел и как раз таки это тоже чистить частичка ее труда я держу в руках вот так по поводу возвращаемся к новому то есть вот новое новые вещи новое какие-то новые приключения новые люди то есть подумайте подумайте над тем каких где вы можете взять новых людей куда куда можно там где-то какие-то встречи сходить на какую-то встречу можно не хотя бы посмотреть а то есть вот как мы с ингей завтра пойдем на спектакль спектакль в органный зал это здорово видишь как здорово если мне этот эфир может быть уже успели забыть потому что билеты покупаются сильно заранее да 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 можешь это инга ходила с ребенком в театр и расскажи про свой поход в театр да мы перепутали день пришли на следующий день позже и получается но мы попали на тот же на тот же балет по факту но только он сместился по времени но очень хорошие люди сотрудники этого заведения пустили нас нашли нас места чтобы мы посмотрели хотя бы на вторую часть ну да и мы хотя бы успели да поэтому у вас сейчас была возможность что с нами такое же могло сейчас приключиться когда вот пропустили сдвините здорово что у нас новое будет мы буквально завтра пойдем в органы зал это кстати такая интересная штука в принципе интересная штука про наше знание про новое новое и наше старое знание то есть есть такая вот идея концепция касательно того что все вокруг нас имеет некую фазу устаревания некую фазу отставания от реальности и допустим если вот я работал когда-то в компьютерных играх за раз занимался разработки я кстати тоже инга кстати тоже да мы проработали но я лет 15 потратил на компьютерные игры в разработку игры именно из среды разработчиков и если меня спросить про игры то я начну рассказывать что вот там и игры были но я буду рассказывать о том состоянии когда я за последний раз этим занимался занимался этим году это к четырнадцатом пятнадцатом то есть до после пятнадцатого года я уже к играм отношения не имел то есть вся информация которая выдаю уже устарела на десять лет я это понимаю и если меня спросят проигрывать дружочек я могу рассказать тебе про игры но учти пожалуйста что это то что было десять лет назад если для тебя это актуально и пожалуйста я с удовольствием расскажу но просто учти что это имеет устаревание и так касательно всего то есть я допустим когда-то ходил в органный зал и мне не понравилось но эта информация за вот время когда которое прошло могла устареть я изменился органный зал изменился актеры поменялись все в жизни поменялось и поэтому стоит перепроверить мои данные касательно вот устаревания может быть там мне понравится сейчас надо проверить не понравится тогда на следующем эфире я скажу чепушня полная мы будем надеяться потом отчитаю что было них и было неинтересно не ходите запишем шорт запишем шорт и поделюсь понравилось не понравилось вот но у меня был опыт опыт говорил мне о том что в органном зале не классно последний раз из него просто сбежал до через там ну из трех часов представления я выдержал два часа и решил что хватит меня хватит у меня был к другой под программный зал был с кряби но я прям настолько вдохновилась для меня это было настолько невероятное событие то есть фортепьяно с оркестром то что ну звучало и я просто была в таком восторге то есть были просто потоки звуков какие-то нереальные надо слушать в записи это совсем не то то есть это было круто именно живую то есть я ходила на разные на разную на разных композиторов но именно это меня просто вдохновило но я не могу сказать что я часто посещаю хотя мне понравилось даже был последний раз наверно да это был последний раз когда я там была и вот мне а нет я еще была на детском представлении но в принципе много событий на заходит вот поэтому если вы где-то были там давненько не смотрели там балет театр оперу да но это если классические вещи тот же тоже поход кино или что-то какие у нас какие-то встречи клубы но очень много всевозможных клубов сейчас теоретически мы тоже хотим начать собираться вживую очень хотим делать встречи но я думаю они должны быть тематическими какими-то развивающими то чтобы это было иметь цели что-то еще то есть где можно и пообщаться и узнать что-то новое с интересными экспертами но я думаю что так может это может быть просмотр фильмов по но вообще в тематике одежды тоже очень много интересных фильмов можно их смотреть можно их а еще знаешь хотела вернуться про новое как вот мы сейчас переслушиваем книжки которые мы слушали когда-то но мы играли сейчас мы их слушаем об аудио и насколько как в другой эффект восприятия сейчас уже спустя возраст можешь тоже немножко поделиться я хочу сказать что алексей очень много читает и не знаю сколько книг ты как бы осваиваешь за год я даже боюсь озвучить эту цифру я думаю даже сам не знаешь сколько ты книг как бы пропускаешь через себя за год и он помнит за наверно с двадцать первого года у меня порядка 500 книг чудо вы можете себе представить 500 книг за три года за три года года я не знаю как ты это делаешь я не знаю пишите кто еще любит книги может ну и на это кто-то любит фильмы кто-то любит сериал я люблю книги да то есть для меня лучше послушаю книжку чем буду смотреть сериал то есть принципиально то же самое просто форма разные формы один раз было почему-то уснула через 5 вот наталья и вот вы как раз это моя история почему-то уснула через пять минут вот я выдержал два часа да потому что мы были с ингой вот она тогда меня пинала леша ну хватит спать а вот еще зачитай сообщение окончательно выйдя на пенсию пишет нам ольга мне очень хотелось одеваться в платье юбки потому что долгое время ходила в джинсах все вещи пошила для себя одевая постоянно и с удовольствием наверное потому что в шитье вкладываю всю душу очень люблю шить и от работы получаю огромное удовольствие да именно так это работает что мы очень ценим вещи которые вложили в 7 в которых именно с одеждой она же помогает нам то есть это мы не просто сложили куда-то или оставили дома мы в этих вещах можем как раз таки куда-то выходить в этом тоже же есть определенный смысл что мы не просто их делаем для дома можем в них выходить гулять это кстати с андреем владимирович у нас пока ведем на группу дизайнера дизайнеров одежды андрей владимирович назад ну что за одежда дизайнер костюма мы просто дизайнеры одежда мы дизайнеры костюм это подчеркивает что нет ну что за одежда костюм и они мы учим не дизайнеров костюм не нравится вот и в этом отношении андрей владимирович говорит я сбился 5 я говорил и сбился а я хотел сказать про про одежду прошить а про вернули возвращаемся я как трамвайчик возвращайся откуда шел и андрей владимирович на курсе дизайнер костюма как раз таки нам рассказывает что если успеете будем заниматься новогодними карнавалами сейчас ноябрь мы вылетаем в ноябрь а там декабрь а там а там у нас начинается эпоха корпоративов или там каких-то выездов или какой-то в общем нарядное платье и вот мне очень понравилось андрей владимирович делился темой чем принципиально делится платье вечерние и там коктейль на и вечерние от платья корпоративного мне так понравился его пример он еще как раз таки немножко вас это и что нам о чем делится андрей владимирович на курсы по дизайнеру костюма в чем принципиальное отличие кстати как вы думаете вот вот интересно к вам вопрос от андрея владимировича который мой мною подслушать в чем различие вечернего платья от платья коктейльного или так извиняюсь вечернее коктейльное платье от корпоративного корпоративное платье это когда вот вы с вашими коллегами идете куда-то или вечернее платье какое-то платье на приемы как вы считаете чем они отличаются в чем отличие потому что сейчас время время сейчас корпоративов кто работает многие сотрудники начинают начнется время корпоративов те кто заранее этим заниматься корпоративы там у кого-то может начинать числа уже 10 декабря 15 декабря помню когда мы корпоратив пытались найти число на 20 просто весь город был забитый что нельзя сотрудников вывести на корпоратив просто элементарно нету нигде мест я помню с этого очень мы расстраивались ребята в корпоратив на ночь думаете об этом в август они как вы вспоминаете об этом что неплохо было бы в ноябре провести с сотрудником корпоратив вот и как раз таки время начинается кто из вас есть два вопроса вопрос первый чем отличается платье вечерняя скобочка коктейльная от платья корпоративная и второй вопрос будете ли вы его сшить это кстати тоже важный момент то есть чем отличается и собираетесь ли вы шить платье какое-то себе на корпоратив от как раз таки у нас начинается корпоративный забег времени времени где-то полтора месяца впритык может быть у кого-то повезет и кому-то будет под два если корпоратив числа 25 но так или иначе так или иначе образ надо заниматься уже сейчас если я вам напомнил вы об этом не задумывались время задуматься время начинать шить вот так что друзья ждут видео заходи в прямой эфир прям сюда а все смотрят но не комментирует дорогие друзья из одноклассников одноклассники в одноклассники вернись я это на душу на душу вам нас смотрят целых 20 человек не написали ни одного комментария дорогие друзья кто смотрит нас в одноклассники новых вас видим мы знаем что вы нас смотрите вот вы хотя бы плюсик поставьте что мы видели что на вы там а то вдруг трансляция идет вы есть до вас как-то не доходит потому что у нас есть ответ от светланы борис вечерняя пафосная и в долл и в долго корпоративная надежда легкая и легкомысленная так ну давайте мы еще пару ответов послушаем а потом я дам ту версию ответа которая подслушала андрея владимировича конечно же он рассказал что можно сразу отвечать потому что уже кто захотели уже ответили ну будем надеяться до хочется еще обсудить как это пояснил андрей владимирович например любка с бухгалтерии она ее все привыкли видеть в сандаром его слова да да любка с бухгалтерии она все время ходила в своих джинсах и маечки и не никто никогда не видит а тут на корпоратив она в простыне надела две дырки нацепила ее нацепила и вот так вот по-хитрому завязала и вот цену не просто не в этом шторе шторе надела две дырки обработала как-то краеши как-то их нацепила закрытила и вот она ума и потом весь год вся бухгалтерия обсуждали как любка в каком классном наряде сделала а вечернее платье совершенно верно светлана вот а скажите сейчас нас слышно конечно же слышно просто запустишь play и конечно же все вещь светлана совершенно верно ответила что вечернее платье это все всерьез это очень дорогая вещь которая покупается на какое-то мероприятие там какой-то коктейльный вечер вручение премии какая-то такой очень официальная вещь и там мы за навеску с дырками там она уже не прокатит там надо уже всерьез это статус это очень статусная вещь которая должна подчеркивать вашу какую-то значимость вот вот принципиальное отличие вечернего платья от корпоративного корпоративно мы просто приходим том в чем нас еще не видели а вот вечернее платье это статусная вещь в которой мы выходим на какое-то такое награждение номера решите у кого есть такое статусное платье власти плюсики ирина минькова вот тоже на как как разные сословия до совершенно верно и при этом мы с андрей владимирович обсуждали про разницу между этими вечерними и корпоративными платьями мужчина в этом отношении гораздо проще вот я купил один смокинг классический под блэк-тай комплекта твой тайт блэк-тай но когда есть мероприятие когда вот надо быть очень формально то есть там если блэк-тай очень жесткий корпоративные очень жесткий стиль одежды когда там все должно быть там запад очки там галстучек да можно можно только цвет носков и цвет галстука вот известно свобода которая позволяет нам стиль блэк-тай все все остальное пожалуйста все остальное должно быть очень четко один раз купил на всю жизнь вот я уже конечно не меняешься фигуре если ты не меняешься фигуре тоже но мне повезло я не сильно меняюсь по крайней мере десятилетний мой смокинг 10 лет назад купил и вот на во всех таких мероприятиях когда надо быть блэк-тай я его там привожу в порядок химчистка все по красоте выходим и у меня есть и мне не нужно думать а у дам у вас же все гораздо сложнее на прошлом мероприятии в этом коктейльном платье уже было вывалил у него кучу у нас не получится кучу бабок да и потом это мальчики там всех все как эти как одна яйцевые близнецы все черненькие все черненькие все беленькие если это еще какой-нибудь вай-тай так там вообще все абсолютно одинаково давайте вернемся к нашей теме нового вопрос как себя вытаскивать из своих состояний в это новое то есть какой механизм записаться на мероприятие где вам потребуется вечернее платье ну кстати да это тоже вариант на самом деле я вступила в бизнес-клуб и там каждый раз нужно показывать что-то интересное причем этот бизнес-клуб ассоциация женщины бизнеса там хоть очень много творческих идей очень много людей которые в том числе занимаются одеждой у кого-то свои бренды одежды для детей для взрослых это все очень интересно у кого-то магазина то есть интересно общаться хочу также кого-то приглашать к нам на канал снимать видео наверняка в ближайшее время это сделаю вот и приходится каждый раз думать в чем посещать этим эти мероприятия что надевать какие образы создавать плюс мероприятия тематически это реально заставляет быть в тонусе быть в тонусе хотя и не часто посещаю потому что не всегда есть время но это заставляет быть в тонусе плюс много новых знакомых перед этим я но другие какие-то сообщества вступала сейчас сюда ну в общем постоянно какой-то круговорот людей конечно иногда требуется остановки в моем случае просто слишком много общения контактов и нужно время уделять и себе и побыть вот в своем состоянии но важно в нем сильно долго не задерживаться даже если плохо даже если хочется в нем оставаться можно просто взять просто специально понимать что тебе это нужно и просто куда-то записаться и уже потом и желательно заплатить деньги сразу желательно чтобы это 100 имела стоимость иначе просто можно очень легко слиться и пойти я вот себе устраиваю новое я занимаюсь фехтованием историческим фехтованием и у меня но снова очень просто надо пойти на новый турнирчик где меня побьют или я побью людей которых я еще не бил да там все время новые люди новая тусовка там все время кто-то новенький появляется и все время это может быть что-то новенькое и интересное просто вот если спросить про новое я могу про себя рассказать да то есть я новая бы пошел в горы с какими-то ребятками которые там поход выходного дня вот но я просто люблю у меня отдыхательная активность они в основном спортивные или там какой-то турнир или какой-то поход или какая-то пробежках с кем-то что-то двигательное вот а так как у нас женская аудитория поэтому к сожалению мои предпочтения по поиску нового не зачастую я думаю что у нас разные люди я думаю у нас много очень активных людей много кто занимается спортом я сто процентов уверена то есть люди все разные поэтому но я знаю что есть женская аудитория очень много тех кто любят спорт активности для многих это важно а еще мы любим выезжать куда-то даже просто вот новые города посещать локацию в этом году мы посетили дагестан так сложилось у нас позвали наши друзья поехать к их друзьям но в эти места в дагестан нам тоже очень понравилось это прям как целая новая вот такая локация открылась для нас вообще мировоззрение и природы и вот тут все было очень интересно я до этого мы рыбачили ездили рыбачить на север каспийского моря там где волга впадает в каспийское море этот как раз раскаты раскаты под астрахани то есть там камызяк и в окрестности камызяка мы там рыбачили и для меня вот как раз таки каспийское море это такая мелкая лужа мелкая не очень чистая лужа где мы рыбачиваем с этой рыбой возимся и для меня как-то было очень я не очень понимал зачем ехать на каспийское море в качестве отдыха и даже для себя всерьез не рассматривал как как место для отдыха вот в этот раз нас пригласили пригласили в дагестан и для меня дагестан стал приятным открытием то есть дербент один из старейших городов россии он там спорит с керчью я думаю даже и мир лишь ну по-моему в мире в мире по-моему это звучало как действует дербент самая действующая древняя крепость в мире да вот ну типа которая непрерывно одна из до замыкала которая замыкала дорога замыкала ворота кавказа но вот дербент как город мне очень понравился такой очень очень красивая крепость вот и очень понравилось море как вот морской отдых в дагестане в общем приятно читаю комментарий от ирины минковой меня сейчас заинтересовала мода сороковых шестьдесятых с классическими интересными моделями тех лет когда модели можно украсить разными деталями получаются новые модели тогда много было аксессуаров шляпки манжеты и воротники жабо и тому подобное сейчас такое игнорируют все типа оверсайз ну я хочу сказать что есть хорошие новости недавно изучала полностью ассортимент дольче габбана и там как раз таки очень много вещей которые как будто бы прямо сшиты по нашим курсам особенно там кружевные платья три в одном наши курсы как будто вот один в один взяли эти платья и отшили в дольче габбана ну то есть на самом деле мода возвращается возвращаются маленькие жакеты узенькие то есть не оверсайз аккуратно и так что вы тоже все это можете посмотреть этот эфир мы будем проводить александр мальшанский мы там будем рассуждать на все эти темы в следующую пятницу также здесь контакте так что дорогие друзья если вам интересна тема эфира про провод новую моду по крайней мере наблюдаемую моду кстати за это доля андрей владимирович на своих лекциях очень хвалил дольче габбана за то что они не подвержены всяких тренд новомодными трендами они стараются делать красивую понятную одежду для красивых женщин на красивых мужчин чтобы они она на некрасивая сидела и висела носилась и с радостью вот он он ходил кстати если вам интересна тема эфира провод моду наблюдаемую моду на то пожалуйста пишите пишите присоединяйте еще раз вернемся к нашей теме про новое мне кажется мы не до конца все раскрыли но понятно что мы общаемся в разных сферах у меня эта тема искусства наверное его предпринимательства но вообще как бы о тех людях которые начинают новое дело это очень актуально для тех кто продолжает свое дело и вот важно может быть начать кто-то хочет дома в накормку как обсудите что же про новые да да ну то есть это не только это не только про наше увлечение это может быть и про финансы это может быть в любой сфере новое может быть в любой сфере не только лишь про время провождения свою ходьбы хотя хобби ну актуальна да потому что его очень просто ну просто начать легко не меняя всю жизнь я бы здесь тоже если очень коротко новое это действие то есть новое чтобы к вам пришло что-то новое всегда затем должно стоять действие то есть вы должны куда-то сходить кому-то написать что-то приобрести что-то куда-то переместиться то есть что то что вы не сделать но что-то надо сделать чтобы это новое случилось здесь новое это всегда действие то есть новое то я не почитаю книжку ну как бы даже даже почитать книжку какой-то степени действий но это зачастую все равно надо что-то делать и то же самое когда инга говорит то есть по поводу начинать что то делать делать то самое главное это действие а если мы говорим о новое с точки зрения предпринимательства то там все достаточно на мой взгляд прозрачно это в том числе и при развитии своего хобби даже можно на маленьком уровне это внедрять до чтобы даже просто продать свою первую вещь кому-то это тоже это как бы определенный шаг или предложить свою услугу в том числе это тоже шаг новое для того человека который этого не делал да то есть можно на разном уровне это рассматривать и вот первый шаг может стать толчком к следующему большому какому-то этапу а может быть нет и тогда мы смотрим что-то еще да да здесь в общем то мы можем как на эту тему посмотреть про новое и про действия то есть давайте вернемся действия действия с точки зрения предпринимательства хоббитом и всего остального когда вы что-то именно дел дел деятельное начинаете действие это то что меняет материальный мир если в результате моего действия материальный мир поменялся значит это как бы действие правильное если материальный мир не поменялся это действие неправильно например вы смотрите какой-то эфир например даже наш которых вы сейчас здесь я его действием не считаю это не действие это просить просиживание задницы на стульчике я просил выбросил я поэтому сказал про задницу они про какие-то другие термины я старался держаться в рамках культурологического поля вот это не действие но это может быть плата за действие да то есть если просмотр эфира чтение книг участие в курсах вдохновляет вас и побуждает чтобы что-то делать окей делайте это это нормально это цена за действие но само по себе просмотр книг в чтении чтения или там участие в каких-то вебинарах семинарах тренингах и прочим если они не приводят к действию это просто не действие это трата времени ну или там мотивация мотивация но важно чтобы после мотивации действие тоже происходило но просто есть и как бы такие люди с которыми это очень часто происходит это у меня больше из моих обучения то есть из моих предпринимательского обучения здесь вы очень прикладная у нас группа наверняка здесь все берут и делают а с точкой зрения те когда ребята читают и делают люди когда мечтают что-то начать как как предпринимательскую деятельность там многие залипают прям я не делаю потому что надо мне больше информации больше почитать это все не считается все это время которое ты тратишь на эту подготовку не считается его нет есть только то что ты сделал взял и сделал не взял не сделал этого нет да я это абсолютно я как бы я даю себе в отчет я я это не делаю это не называют действием это какие-то формы там отвлечения и прочее прочее вот у нас есть еще а куда пропала оля оля никуда не пропала у нее был минувый месяц она вышла замуж это все немножко растянулась у них были гости они с вами ездили в разные города поэтому не тоже не пропала еще один вопрос картина написано маслом или акрилом эта картина написано маслом спасибо большое за комплимент вот так что дорогие друзья если мы вернемся к новому новое это действие а действия то что меняет материальный мир вот когда такое то есть не было у вас куска ткани а теперь она появилась да вот как бы не было куска ткани 1 кусок ткани появился на средства это уже действие да то есть у нас не было у нас марли вот все бабы все можно начать кроить я уже совершил действия я изменился агрегатное состояние мира вокруг про себя рассказать я как-то потратила очень много времени на изучение материалов какие нужны для создания бижутерии я потратила определенную сумму на это собрала я даже и точно знаю да потратила потратил на ее сделала заказ нашла лучшие вообще нашла лучшие инструменты какие только можно купить высокого качества но в итоге да я все это купила но пока ничего не было здесь нет нет я подготовился к действия начать раскраивать разложили и начинаем кроить да тогда стали выкройку начинаем крыть вот это действие начать делать а купить ну как бы понятно что это такая очень грани да то есть если покупка ткани приведет к созданию нового коктейльного из вечернего или корпоративного платья не зато я думаю каждый каждый для себя выберет что вы будете делать шить к новому году к новогодним корпоративам действие приводит денежному вознаграждению она стол а это кстати не всегда с точки зрения если мы говорим про предпринимательскую деятельность предпринимательская деятельность это высокорискованная деятельность результатом которой ну зачастую много 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 действий ошибок и какой-то из них придет к успеху и причем никто не знает какой именно мы как-то вот я из моего опыта разработки мы общались с продюсером он продюсирует наши проекты то сметом делали два проекта параллельно и мы не спрашиваем слушай может быть давай сфокусируемся на один и он как бы он там выстрелит ты знаешь какой выстрел я не знаю смысле мы делаем разрабатываем но из десяти проектов которые выпускает студент нашем случае была студия сначала 1с интерактив потом это был студия paradox интерактив шведская компания и вот они и те и те говорят примерно одно и то же мы выпускаем определенный объем в нашем случае игры и мы не знаем какая из них выстрелит из десяти может быть выстрелит 1 может быть 2 у плохих студии ни одной не выстрелит они потом быстренько закроется но нет никакой гарантии никто не знает какой именно то есть мы ставили ну понятно чтобы у нас есть фаворита от один из этих десяти проектов быстрее выстрелит не этот а другой ну ладно значит мы так теперь фокусируемся на то действие то действие которое привело к успеху то есть мы не знаем какой из наших действий придет к успеху гарантии нет есть путь вот если мы говорим про предпринимательскую деятельность то ее суть это бесконечно совершение день действий некоторые из которых может быть приведут к успеху а может быть и не приведут это как с фотографами чем отличаться хороший фотограф от плохого у плох плохой фотограф хороший фотограф сделает тысячу снимков и среди них будет два хороших 23 гениальных а плохой а плохого ни одного и тот и тот сделать по тысячи снимков но одного будет 23 гениальных снимков а может быть даже 5 вообще не бежит у нас не только появилась ткань у нас завал ткани завалы прекращаем превращаем вещи завалы ткани превращаться в завал один гуляем шьем красиво одеваемся и не засиживаемся дома ответим на такой немножко вопрос раньше канал ирина михайловна вдохновлял надеюсь мп да и сейчас мы занимаемся именно этим если после нашего эфира вы хотя бы задумаетесь или примите нашу точку зрения на действия но так здорово и это тоже побудит вас на какое-то действие в следующий если вам интересна тема моды тема состояние моды когда она там движется сейчас то приходите на следующий эфир в пятницу где инга с александром на эту тему поразмышляют по выкладывать картинки посмотрит и сейчас у нас такой болтательный эфир а то у нас будет следующий я так надеюсь созерцательный сохранил очень много картинок мы рассмотрим ткани вообще реально мода возвращается это будет очень интересно я надеюсь что кого-то мы вдохновим на действиям мы принципе я сама так живу постоянно пробую что-то новое периодически это закрываем в себе бы то есть я что-то пробую что-то продолжаю что-то останавливаю и вот так вот развиваюсь в общем не останавливаясь на достигнутом все время пробую что-то новое даже несмотря на то что чем-то ну что-то уже есть и даже немало чем я занимаюсь моменте то время хочется попробовать что-то еще до светлана совершенно верно и у нас мы открывали то есть это не единственный наш youtube-канал у нас было порядка там наверно около 30 разных каналов открывали открыли не пошло закрыли я начну в разных тематиках то есть это все равно перебор никто не знает какое из действий придет к успеху я могу надеяться да то есть понятно что когда чем успешный предприниматель от неуспешного действие успешного предпринимателя с какой-то вероятность приводит к успеху они успешного не приводят и не получается поэтому конечно вот так вот с предпринимательской деятельностью это когда на обучение к не надо быть я людей стараюсь от них отговаривать не надо идти в предприниматель если вы не готовы к тому что ваши действия не придут к результату до очень многих это может демотивировать еще то есть важно не потерять мотивацию в момент вот этих вот срывов каких-то разочарований это вообще отдельная тема и для меня она тоже очень важно как себя вытаскивать из каких-то состояний когда что-то не получилось и я могу сказать именно только мы сами можем это делать но во всяком случае у меня это получается ну то есть получается что-то переступить посмотреть заново на жизнь вокруг себя и выбрать куда двигаться вот из нового состояния в какую-то новую сторону ну во первых ее нужно еще найти увидеть важно быть внимательным к своему окружению вообще что предлагает вам мир чтобы увидеть эти возможности вот эти вот новые варианты развития событий потому что иногда это настолько не очевидно какая-то поездка куда-то может привести глобально чему-то новому открыть совершенно новые горизонты но у меня сейчас тоже вот такие варианты есть и это очень важно и мы никогда не знаем да вот даже просто поход куда-то на какой-то даже на какую-то встречу вот на любое ты можешь познакомиться с такими людьми с которыми реально возникнет контакты желание что-то делать но это я про себя да по поводу действия мотивации я бы вспомнил цитату по моему черчилль да я сейчас я цитату могу цитату помню автор не помню мне кажется что это все черчили принадлежит что он что такой успех успех это умение двигаться от неудачи к неудаче без потери энтузиазма мне кажется прямо на это можно и зафиналить в эту фразу крутая фраза мне очень кстати нравится да что мы не знаем какой из наших неудач в итоге превратится успех да и не факт что она будет сразу с 1 2 3 5 итерации а кстати я помню как мы пришли к развитию каналов мы с алексеем работали на одной работе как раз таких геймдеве это в компьютерных играх я работала художником артистом 2 до артистом 2 до художником в течение наверно полу 10 лет начиная прям с очень раннего возраста можно так сказать еще с момента учебы ну потому что это было интересно и момент когда по моему в каком году в 2008 все это начало схлопываться и на из-за позиции россии в мире ну то есть как бы компании вышли из россии мы вдвоем потеряли работу но по факту перестали получать деньги я еще осталась компании алексей ушел но понятно что мы даже работая там параллельно что-то пробовали развивали какие-то проекты всегда занимались несколькими направлениями но тогда это даст тогда это казалось вообще типа все ужасно потому что там были прекрасные зарплаты прекрасный коллектив мечты просто как семья ну то есть такое да бывает коллектив как семья и очень сложно было с этим всем расстаться но это привело к новым горизонтом поэтому мы никогда не знаем что является ну вот на данный момент как это отразится на всей жизни дальше ну можно тоже немножко эту тему вот что мы реально не знаем как какое-то событие может быть она и потом нам обернется в плюсовую сторону и благодаря этому события вот тогда мы просто вообще начали развивать разного что поняли что он в любом случае не хочется зависеть от чего-то одного и просто что были разные форматы работы разные форматы деятельности вообще интересно даже потому что важно делать ну я не знаю как алексей на мне важно делать то что мне интересно это как бы не сюда правильно но тем не менее я пока для себя выбираю такой формат мне интересны модные практики я их очень люблю мне интересно искусство мне интересно какие-то вещи я этим занимаюсь спорно наталья гекс спрашивает закрылся ли модный градус конечно же нет модный градус жив с нами в нашем сердце и модный градус превратился в академию которой сейчас учатся люди и получают новую профессию из разных стран дизайн костюм судя по вас вашей фамилии я предполагаю что вы из германии ну или как минимум есть немецкие корни в виде фамилии вот у нас есть несколько учениц из германии в группе так что вы там будете не одиноки если хотите присоединиться к андрею владимировичу модному градусу то сейчас для вас идет курс дизайн костюма вы с мотивацией там за пару недель всех догоните есть можете продолжать обучение я могу сказать что было очень сложно запустить эту программу потому что она глобально многоступенчато на это потребовалось очень много сил и мы как бы бросили силу на это они на канал то есть когда андрей владимирович и есть события мы что снимаем и выкладываем периодически да но мы как бы сейчас вот специально не снимаем видео скорее всего не появится даже у нас на модных практиках частично возможно что мы не приглашать каких-то еще дизайнеров сейчас когда еще разобьется ученики мы сможем показывать работу учеников на то есть мы просто немножко сместились уже в образовании как и давно мечтали да так что модный градус превратился в модной академии академии андрея владимировича на всех сайтах есть ссылки кстати но можно через желательно из чих через техподдержку через отдел продаж запросить какие есть варианты может если у вас есть какие-то купленные курсы у софинина можно как бы это учесть при покупке нового курса ну вот эта программа дизайнер с нуля а я напомню для тех кто смотрит нас в одноклассниках я вижу что вы нас смотрите плюсика дорогие друзья вот сравнивая аудитории в контакте где вы такие огненные классные зажигательные пишите комментарии мы с вами активно общаемся наши коллеги из группы одноклассников где там похожая аудитория по по цифрах похоже очень похожий просмотр и там точно знают алексея и меня тоже знают и ингу знают она всех знают но смотрят и не пишут и даже плюсик не могут поставить дорогие друзья ну что-то аудитория в однокласснике пожалуйста ставьте или следующий раз мы в эфир будете смотреть во вконтакте потому что здесь вот какие огненные я думаю что мы будем транслировать в окну в одноклассники и понятно что сейчас этот процесс перехода то есть нас напоминаю что у нас видео остаются на ю тубе но мы просто хотим общаться и вконтакте и в одноклассниках чтобы вы видели что здесь ведется активность здесь тоже интересно будут разные гости пишите понравился ли вам эфир открыли вы что-то новое интересно просто да интересно услышать ваше мнение обратную связь а алексея очень много тем на которые могу пообщаться я не знаю даже может быть и было продуктивнее общаться без меня возможно то есть как бы входить в контакт с аудиторией но наверное это больше в закрытых афирах до пресса к более личной темы могут подняться но здесь вот хотя бы можно писать спасибо за эфир у вас уже давно академия mp да мы сейчас все свели к платформе модные практики все активности там напоминаю что сейчас начинается черная пятница большие возможности для приобретения курсов комплектах то есть 1 числа у нас запустились комплекты курсов а потом со следующей недели в 5 со следующей пятницы включатся другие скидки на другую категорию товаров там 8 числа 15 следующие будут что вы могли ну чтобы могли озвучивать те курсы рассказывать о них которые ну вот данные на данной неделе активно ну о которых мы как-то делимся которым мы рассказываем так это действительно ценное знание это не просто какой-то пиар это наследие ирины михайловны паукшты о которой мы не можем не говорить и там очень много ценной информации личная ирина михайловна паукшты очень много информации работу записывали все эти курсы изначально с нуля практически большее количество курсов записано с ирины михайловна паукшты и с наталья лузгиной есть разные категории так что обязательно следите переходите ссылка у вас также остается можно перейти по ссылке для участников эфиров можно получить 1000 бонусных рублей обязательно приходите на следующие фирмы не знаю наверное воспользоваться и так один раз скорее всего но есть некоторые форматы для участников эфира я хочу пожелать заберите свои тысячи рублей бонусами иначе они сгорят подожди про бонусы какое новое 1000 рублей бонусами брать надо и вкладывать дорогие друзья вот тут у нас комментариях инга выкладывала прицепим и есть же зацепить закрепить закрепить чате закрепили в чатике 1000 рублей сейчас ну как когда они еще зайдут бонусы не заберут это на какое-то время мы еще оставим эту ссылку чтобы можно было все-таки забрать а для тех кто будет смотреть вот сегодня можете нескольких часов но это ссылка потом уберется но мы еще в ленту по когда публикуем и добавим ссылку для тех кто будет смотреть можете не часто еще так что обязательно переходите изучаете и теперь твои пожелания дорогие друзья да ну наша тема новая в другом новое это действие действие то что меняет окружающий мир и окружающая нас действительность чтение книг просмотр семинаров потому ничего угодно не меняет наш мир она может быть дает мотивация может быть не дает важно только то что вы делаете своими руками или то что меняться мир не было сайта сайт появилась не было в игре ки-вык scored и появилась не было там сметанной вещи смета на вещь появилась то есть что то изменилось в ну так гребен меняется агрегатное состояние мира то есть меняется состоянии мир мир был не такой как после вашего действия ваши действия вносят изменения в этот мир вот поэтому дорогие друзья новое в действиях есличено вопрос отвечу потом да новое в действиях новое в том чтобы вы будете привносить себя свою энергию в этот мир в свою одежду в свои вещи в свою там мебель и это новое эти вещи они будут двигать вас к новым переменам то есть сходите туда куда вы давненько не ходили попробуйте то что вы хотели попробовать но не попробовали и может быть попробуйте себя в других ролях попробуйте пообщать пообщайтесь с людьми с которыми вы раньше не пересекались то есть это как раз таки повод выйти за пределы привычного нашего маршрута у нас вопрос где сейчас наталья лузгина мы уже говорили что сейчас наталья лузгина ведет клуб модной практики дальше вопрос про видео в клубе модной практики очень большое количество видео запускается через youtube и поэтому недоступно я думаю что мы постепенно перенесем все наши видео get курс уже этот процесс запустился до во вконтакт нет это клубное видео умеет клубное видео да кстати многие мы уже давным-давно они на площадке get курс наверное ты больше знаешь да мы переносим то есть часть видео переносим по поводу клуба как бы мы в какой-то момент давно уже в течение года выпускаем именно с вид курсом и просто еще не все перенесли потому что раньше это как бы не было так остро да ну то есть не было остро так вот еще почему клуб такой дорогой сейчас инга почему клуб такой дорогой что можно вопрос полторы тысячи стоимость за месяц клуба мы привлекаем экспертов которые готовятся очень на самом деле нелегко проводить формате прямых эфиров мастер-класса то есть на самом деле большой процесс ну к тому же полторы тысячи я думаю что это просто несколько чашек кофе кому интересно наверное вски присоединяются если для вас цена получить знания ирины михайловны через наталью лузгину если вы считаете что это не стоит четырех чашек кофе окей значит это дорого если вы считаете что 4 4 чашки кофе стоит того чтобы наталья был прямой возможность задать вопрос наталья и получится у нее ну окей как бы пользуйтесь ребят кому дорого просто не пользуйтесь очень просто то здесь это же всегда дорого это нет недорого это просто для вас недостаточно ценно вам просто не ценно учиться у учиться вот как бы в группе сал в сообществе это не про дорого или дешево это просто про недостаточно ценно это как раз таки повод нам подумать как сделать круп еще более Я вот сейчас как раз таки об этом и думаю. Вот сейчас мы разделяем деятельность в клубе и деятельность на ютубе. То есть на ютубе у нас в любом случае мы даем мастер-классы. Исходим из того, что записано уже очень много видео, просто тысячи видео. И даже если вы захотите посмотреть, я думаю, вы физически не сможете посмотреть даже все видео Ирины Михайловны, потому что они выпускались каждый день на протяжении многих лет. И поэтому их можно смотреть. И плюс мы их сейчас будем выпускать каждый день на видео Ирины Михайловны ВКонтакте, в Одноклассниках. Можно это все доступно, все бесплатно. Ну то есть можно учиться и учиться, как бы все абсолютно доступно. Есть даже изделия, которые шьются с нуля до конца, даже без выкройки практически. То есть просто конструкция сразу на ткани. Но поэтому тут просто мы выбираем. А именно клуб это более углубленный формат общения, где в прямом эфире можно задавать вопросы и быть вот в этой вот системе, ну в нашей системе ценностей, в системе общения. Сейчас в клубе также буду чаще я появляться. У нас будет больше голосований, больше обратной связи. Но в общем мы реально делаем сообщество тех людей, которые заинтересованы творчеством. Также у меня есть желание расширить тематики клуба, может быть дать еще какие-то темы дополнительные, параллельные туда, чтобы было интересно. И конечно же хочется больше общения внедрить. И мы сейчас над этим работаем. Вот. Галина говорит, что будут ли ролики перезакачаны в Дзен и ВК. Со временем да. Мы сняли порядка 5000 роликов. Мы выкладываем сейчас по одному ролику на все площадки. В Рутуб, в Дзен, ВК, ОК. Мы выкладываем каждый день туда ролик. Соответственно, чтобы перекинуть туда 5000 роликов, у нас на это уйдет примерно чуть больше 10-15 лет. Через 15 лет все видео покажутся в итоге. Это мы не 15 все-таки, да. Но сколько времени перекинуть? Вот 5000, смотри, 5000 видео. Нет, 5000 у нас на всех вообще площадках с иностранными. Ну ладно, две с половиной тысячи. Ну около двух тысяч, да. А вот давай еще обсудим. Я вышла из клуба не из-за оплаты, а именно из-за предлагаемых моделей. Они были очень своеобразными молодежными. Туда пришла из-за моделей, которые предлагала Ирина Михайловна. Но могу сказать, что сейчас будет больше голосований. Будет возможность предлагать свои модели, которые пойдут на голосование. Ну то есть понятно, что в любом случае то, что давала Ирина Михайловна, оно остается там. В течение года она вела клуб. Эти вещи остаются. А то, что делаем мы с Олей, оно в любом случае будет в какой-то степени отличаться. Но также наши подписчики предлагают свои модели. Мы их выносим на голосование. Вот буквально на днях будет следующее голосование. У нас какие-то модели подобрала я для следующей тематики. Это вот верхняя одежда. Какие-то модели выберут наши кураторы уже от наших участников клуба. Какие-то модели предложит Оля. И сами участники клуба выберут то, что им хочется делать там следующие там несколько видео эфиров. Поэтому все актуально. Вот главное нам налаживать контакт. И на самом деле это очень круто. Так что голосуйте. Если вы вышли из клуба только из-за моделей, то голосуйте за моделей. Можете вернуться в клуб и посмотреть, какой он сейчас меняется. Клуб становится лучше, интереснее. И там будет более живенько. Голосования были, но побеждали Олины хотелки. Не критика. Спасибо, Инна. Учтем. Ирина, извините. Спасибо, Ирина. Учтем. Решим. Будут обязательно, чтобы в клубе выбирали те модели. Но сейчас время как раз таки. Я могу сказать, что голосования были честными. И это были честные голосования. Значит, Олины модели понравились. То есть, ну, в общем, демократия, демократия, всем мне это не угодишь. Ну, в общем, так или иначе, я думаю, что с этим можно что-то сделать. Это повод, повод об этом поработать и подумать. Можем делать встречи, где мы обсуждаем, что же мы таки делаем. Да, не хватает клубных встреч, которые обсуждают, что мы делаем. Введем вопрос, кто из участников клуба будут готовы участвовать в Зуме. То есть, мы такие встречи надо делаем, но присоединяется очень мало людей. Так как это тоже определенный вызов выйти на Зум. Это определенный вызов. Это если человек не привык участвовать в Зумах, не привык себя показывать на камеру, это может быть сложно. Поэтому это тоже в том числе вызов. А еще мало присоединиться к Зуму, нужно еще попытаться донести свою мысль. Да? Это важно, это важно, высказать свою мысль, если вы с ней пришли. Поэтому, я думаю, мы сделаем такие эфиры для участников клуба. Обязательно, возможно, знакомство, кто-то захочет ближе друг к другу познакомиться. Это все впереди. Я уверена, что это будет. Поэтому мы очень рады, что этот эфир все-таки мы провели. Мы думали, что вообще он пройдет за полчаса, но уже час двенадцать, Леш. Мы его ведем. Я думаю, что было продуктивно. Во всяком случае, мы даже услышали от вас обратную связь. В этих сообщениях мы примем этого внимания и подумаем, как улучшить процесс. Ну, я думаю, по клубу просто мы отдельно поговорим. А сегодня, конечно же, тема у нас про новое. Тема тысячи рублей на модных практиках. Забирайте, а то пропадет ссылочка, потеряйте бонусы. Друзья, и, конечно же, эти комплекты. Мы еще подготовили некоторые новые комплекты. В комплект по верхней одежде вошли, например, все три новых курса. Это тренч, пальто, которые с Наташей давали. Потом... Сейчас мы в Краснодаре только задумываемся о том, что надо одеждой заниматься. У нас там днем плюс восемнадцать. Поэтому нам сейчас... Я думала, надевать на кружевное платье сейчас плащ или нет, представляете? Вот, а сейчас наверняка у наших прекрасных зрителей и пользователей, у них сейчас холодно, и тема зимней одежды не когда-то там потом. Она вот сейчас, она уже, ну, наверняка у всех решена. Но красивую одежду всегда можно делать. И для вас мы подготовили классные огненные комплекты. Так что забирайте бонусы и присоединяйтесь. Да, скажу, что таких скидок больше не будет. И таких цен, потому что, ну, в любом случае, ценник на все поднимается. И это именно в честь «Черной пятницы» мы делаем такие предложения именно для тех, кто вот, ну, может быть, реально не смог купить по тем ценам, но можно купить сейчас по более доступным ценам, поэтому... Специально для вас «Черная пятница» на модных практиках открывается, объявляется открытой. Тысячу рублей забирайте, бонусы пусть у вас в аккаунт капают, а потом решите, что с ними делать. Бонус, как бы, кушать не просит, а от вас действует просто, от вас действие. Это важный момент действия. Просто забрать бонусы или не забрать, да. А потом уже вы решите, что с ними делать. Это ваш личный выбор будет, то есть, как бы, он кушать не просит. Можно и не использовать, да, в общем, да. Да, кушать не просит, сгорит, вот, и так далее. Но пусть он лучше не сгорает, но как минимум действие. Это вот взять, вот действуя сейчас, взять бонус от модных практиков, потому что вы молодцы, вы досидели до конца, слушали наши размышления уже почти что час, там, больше часа. И это здорово. Если вам есть, как его забрать, ссылка, закрепленные комментарии. Закрепленные комментарии под, так, где нас показывают? Вот сейчас, да. В «Одноклассниках», ВКонтакте. В «Одноклассниках» не закрепляли, никто плюсик не поставил, поэтому останутся без ссылки. А, кстати, мы даже не написали сюда ссылку, подожди. А, конечно, без ссылки остается плюсик не поставили. Сейчас. Это отправить не? Да. Как отправить? Это не то. Отправляй, да. А как отправить туда? Ладно, мы сейчас с этим разберемся. В «Одноклассниках» мы прикрепим ссылку к ленту, но мы ее потом уберем. Те, тей, не может быть, пару часов, она еще будет висеть, поэтому обязательно переходите. Вот, обязательно переходите, так что, дорогие друзья, действия, забирайте ваш бонус. Рады были с вами. Если вы хотите видеть меня еще на эфирах, приглашайте там, напишите тоже, хотите вы меня видеть на эфирах или нет? Ну, надо даже уже после выхода видео написать, потому что эти сообщения мы именно увидим, которые будут после. Да, если не в эфире, то можно прокомментировать в ленте ВКонтакте под этим видео. Видео из YouTube, ребят, YouTube VPN работает, видео на YouTube есть, их никто не удалял. Скачивайте бесплатный VPN, как, например, тот же Planet VPN, ставите его, он бесплатный, и вы сможете смотреть ваши любимые видео. Может быть, не так комфортно, как раньше. Но мы всех приглашаем в ВКонтакте. Мы всех приглашаем в ВКонтакте и со временем перегрузим их туда, но не сразу, к сожалению. Так что доберитесь терпения. Если вы хотите видеть меня на следующих эфирах, пишите в комментариях или под видео, или в ленту. Хотели видеть Андрея Владимировича? К сожалению, сейчас нам притаскивать Андрея Владимировича, ну, может быть, через Zoom присоединение. Да, сложно, да, можно, вы можете вообще что-нибудь в Zoom провести с ним совместно, рассказать о вашем... О, меня хотят видеть, Инго, смотри, мне плюсиков носовали, меня хотят видеть. Как это мило, я вам взяю в сердечко. Как забрать бонус? Я пропустила. Бонус, ссылка, прикреплю, сверху вы можете подняться и увидеть закреп комментария. Инга, поучите, черная пятница уже на модных практиках. Ну, повтори, повтори, давай специально, ладно. Закрепленный комментарий сверху, посмотрите, Леш, внимательно просто расскажи. Раз на меня плюсиков понаставили, я сейчас повторю. А, вы можете показать полностью открыть, и там снизу будет... Давай, я повторю, специально видишь, они как много мне плюсиков носовали. Вот, показать полностью сообщение, и внизу, в самом низу будет, вот открывайте мое сообщение. Вы можете мне показать полностью, и будет для участников эфира. Внизу ссылка, в самом-самом внизу, переходите и получайте тысячу бонусовых рублей, которые будут действовать в период черной пятницы, то есть специально для черной пятницы. Инга, видишь, как они мне много плюсиков носовали. Значит, я буду на основе ваших на эфирах, сами напросились. Да, Алексей иногда может быть резким, но ничего. Не без этого, прошу, прошу потерпеть. Да, мы очень рады встрече с вами, на самом деле, очень крутая обратная связь. Ой, замечательно, спасибо вам за ваше сообщение. На самом деле, очень приятно вот эта вот активность, то, что у нас в ВКонтакте, в отличие от того, что у нас происходило в ВК, в ОК, а мы за то, что не смогли отправить. Ладно. Может быть, их просто нельзя отправлять, мы вас языка ругаем, а мы не... Да, может быть, мы что-то сделаем не так, поэтому действительно это возможно, мы разберемся, да, мы не будем никого ругать, поэтому давай мы сейчас не будем это делать, но просто вот мы очень рады вам, что вы были на этом эфире и желаем вам творчества, вдохновения, идти в новое, и главное, да, не задумываться. Главное, не забудьте тысячу бонусов забрать, чтобы все самое главное пропускать. Тысячу бонусов, самое главное, не забыть, а там это хоть трава не расти, а бонусы у вас в аккаунт упадут на личном кабинете, и будут вас радовать, на что бы и себе потратить, чтобы пошить какую-то новую замечательную одежду. Друзья, спасибо вам, до новых встреч, пишите ваши комментарии, даже уже после, и комментарии, и пожелания, может быть, по проекту, вопрос Алексею под этим эфиром, ну, в ленте уже, наверное, да? Да, в ленте из ВКонтакта, находите этот эфирчик, комментируйте, пишите, будете ругать, буду всех банить, вот. Нет, но это если тебя будут оскорблять. Если оскорблять, да. Если ругать можно, инструктивно можно, да, высказывать критику, но да, но только не оскорблять, не нас, не кого-то другого. Так что, дорогие друзья, с уважением, критику пишите. Если хотите похвалить, пишите два раза и не сдерживайтесь. Так что, или здесь, ну, здесь уже все, мы закрываемся. В ленте, которая будет в эфирчик, останется в записи на ВКонтактике. Всех обнимаем, всех любим, всех, дорогие друзья, рады быть с вами. До свидания, обязательно сушите себе красивое корпоративное платье на корпоративчик, и выйдите в новых классных вещах, так что будем за вас болеть, и чем сможем, поможем, с нас курсы, с вас платье, все по-честному. Ну, и вдохновляющее видео на модные практики. И вдохновляющее видео на модные практики. Следующая пятница, до встречи. Пока.